Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Есть такие машины, которые очень выгодно привезти из Европы, чтобы не мучиться с бюджетниками российской сборки. Так ли это? Либо же машина из Европы разденет и обанкротит. Давайте сегодня будем разбираться на примере Peugeot 308 второго поколения. Итак, перед нами один из самых популярных авто, который пригоняют из Европы. Peugeot 308 второго поколения выпускался с лета 2013 года по лету 2021, а в 2017 году был небольшой рестайлинг. В основном пригоняют дизельные версии этих автомобилей, поэтому сегодня мы сделаем упор именно на этом. Так вот, средний пробег Peugeot 308, которую пригнали из Европы, составляет 200 тысяч километров. Поэтому все проблемы и технические недостатки успевают проявиться. Кстати, и способы их решения уже доступны и известны. Сегодня мы рассмотрим все нюансы Peugeot 308 второго поколения. Погнали! Peugeot 308 выпускался около девяти лет, и кузов проявил себя очень хорошо. Коррозия практически ему не грозит. Капот и передние крылья и вовсе из алюминия. Там вы рыжиков точно не увидите. А вот вспучивание краски может появиться с изнаночной стороны капота в его передней части. Если покопать по коррозии глубже, то несерьезные рыжики можно увидеть на точках сварки передних лонжеронов. Они становятся видны после снятия локеров. Также несерьезно корродируют закладные детали в дверях. Со временем на передних дверях Peugeot 308 T9 надрывается уплотнитель, который находится в районе второй стойки крыши. Вот этот разрыв в 1-2 см возникает, и чтобы его устранить, надо использовать хитрый эластичный клей. Ограничители дверей у этой машины как-то рано начинают изнашиваться. То есть у автомобилей с пробегом 200 000 км, ну плюс-минус, начинают скрипеть двери при открытии и закрытии, либо же издавать какие-то щелчки. Чтобы решить эту проблему, надо заменить ремкомплект. Сухарей-ограничители и ремкомплекты стоят не так-то и дорого. И чтобы их поменять, надо снимать дверную карту. Дренажные отверстия передних дверей Peugeot 308 расположены высоко, и это значит, что в желобке вот в этом собирается вода после обильных дождей, либо же после мойки. Но никаким серьезным проблемам это пока не приводило. Со временем начинает вибрировать и скрипеть педаль сцепления. Позже к звукам добавляется неравномерный и тугой ход. В этом случае пружинный шток, который обеспечивает возврат педали, нуждается в смазке. Надо добавить смазку в пластиковый упор, но перед этим снять педаль и пружинку. Реже случается так, что этот пластиковый упор разваливается и продавливается пружиной. У педали возникает свободный люфт в самом начале нажатия. Вот этот пластиковый упор надо заменить. Стоит он $17. Бачок стеклоомывателя на Peugeot 308 второго поколения составной. Под капотом находится его малая часть, а основная часть находится за правым крылом. Так вот, на стыке этих двух резервуаров, то есть вот этого маленького и большого, возникает течь жидкости стеклоомывателя. Но эта течь устраняется любым народным способом, даже изолентой. Ну и плавно перейдем к дизельным двигателям. Чаще всего Peugeot 308 второго поколения встречается с дизельным мотором 1.6. Это восьмиклапанный двигатель с легкосплавным блоком, с ременным приводом ГРМ и топливной системой Continental. Так вот, все дизельные моторы HDI хороши, и вот этот вот не исключение. Механических поломок в этих двигателях не случается, но многим владельцам приходится и приходилось устранять запотевание маслом. Например, вот этот вот патрубок с металлическими кольцами потеет к пробегу 200 тысяч километров. Его необходимо заменить на оригинальный, либо же заменитель. И, кстати, замена этого патрубка помогает в решении проблемы с потерей тяги, а также с рывками при трогании на низких оборотах. Потихоньку запотевает стальная трубка на слив масла из картриджа турбины. Оригинальное уплотнительное кольцо продается только вместе с трубкой. А если повезет, удастся подобрать маслостойкое уплотнительное кольцо нужного диаметра. Также маслом потеет этот двигатель и еще по клапанной крышке. Единственное, что надо сделать, это заменить прокладку. Оригинальная стоит 34 доллара. Ну, а самая неприятная утечка масла происходит по постели распредвала. Постель распредвала алюминиевая прикручена к ГБЦ. Все это уплотнено герметиком. Так вот, если появилась течь, то надо снять распредвал, постель распредвала, затем снять старый герметик и нанести новый, а затем все это собрать. И вот из-за этой проблемы частенько появляется масло вокруг топливных форсунок. Но реальность такова, что эти моторы обвешаны сложными системами экологии, да еще и такими, что бывалые поклонники французских автомобилей не сразу с ними подружились. Итак, за частоту дизельного выхлопа на этих машинах отвечает впрыск мочевины, присадка AdBlue, а также присадка E-Olys. Так вот, первая впрыскивается в выхлопную систему до сажевого фильтра и катализатора, а вторая автоматически примешивается к топливу. С системой AdBlue есть проблема. Выходит из строя датчик температуры этой присадки и ее нагреватель. Все они встроены в бак AdBlue и менять можно единым модулем. Так вот, ну естественно, никто не покупает новый бак AdBlue, потому что он стоит 1000 долларов. С этой системой поступает просто ее отшивают. После этого бак AdBlue можно просто удалить. Услуга по отшиванию программному этой системы и сажевого фильтра стоит примерно 400 долларов. На многих автомобилях на вторичном рынке эта система удалена. Если система AdBlue нормально работает, то может понадобиться замена форсунки этой системы. Новая форсунка стоит 200 долларов. Она начинает пропускать присадку. Так вот, если это происходит, то появляются ошибки по засоренному сажевому фильтру и содержанию оксидов азотов. Также об утечке мочевины говорит появление кристалликов как иней на форсунке и под ней. А еще есть проблема с клапаном пробки бака AdBlue. Она в этой машине находится под полом багажника. Примерно, ну не примерно, а точно вот здесь. А вот у рестайлинговых машин эта пробка находится под лючком рядом с горловиной бака. В этой крышке есть отверстие, которое прикрыто мембраной. Так вот, эта мембрана забивается кристалликами мочевины, тогда бак вакуумируется и, естественно, в таком состоянии насос еле-еле может выкачивать жидкость. И тогда появляется ошибка по системе AdBlue. Вот эту крышку можно снять и отмыть в теплой воде, либо же можно просто разобрать ее, достать мембрану. И тогда она будет работать, эта крышка, как фильтр. И такой проблемы не будет существовать. На поздних ревизиях из этой крышки убрали мембрану. И, кстати, насос AdBlue тоже частенько выходит из строя. Отметим, что как только появляются ошибки по системе AdBlue, машина включает счетчик, и с неисправной системой можно проехать около тысячи километров. А затем ЭБУ просто перестанет давать разрешение на старт двигателя. Система присадки EOLIS работает практически без проблем, но и ее насос может выйти из строя. Насос продается вместе с баком и доступен только по оригиналу. Стоимость 170 долларов. Эта система нужна для увеличения сгорания температуры дизельного топлива, для лучшего прожига сажевого фильтра. Значит, заправочный объем бака этой системы 1,7 литров. А вот сообщение о дозаправке появляется после того, как вы израсходовали 1 литр. Литр такой присадки EOLIS 3-го поколения стоит примерно 100-120 долларов, и 1 литра хватает на 180 тысяч километров. Заправка производится из-под днища, и обязательно нужно прописать заправку в ЭБУ и в компьютер насоса этой системы. Ну а теперь продолжим про двигатели. Рестайлинговые Peugeot 308T9 получили турбодизель объемом 1,5 литра. Это фактически такой же двигатель, как 1,6 литра, только с уменьшенным ходом поршней и новой ГБЦ, в которой два распредвала. Так вот, ремень ГРМ в том двигателе проложен примерно так, как в этом двигателе, и приводит впускной распредвал. А выпускной распредвал от впускного приводится роликовой цепью. Так вот, самое неприятное, что эта цепь получилась ненадежной. Она растягивается и, самое неприятное, она рвется. Но изношенная цепь никак себя не выдает. Она даже не шелестит. Рекомендация поменять ее появилась после многочисленных случаев обрыва при пробеге в 150 тысяч километров. Сама цепь стоит недорого – 20 долларов. Ее натяжитель – 40 долларов. При замене цепи, ну, для замены цепи, надо снимать форсунки. И обязательно установите форсунки на новые огнеупорные шайбы. При ее обрыве на холостом ходу слегка загибаются клапаны. Проверка компрессий обязательно. А вот если цепь лопнет на ходу, то тогда звезды могут провернуться, а также кулачки распредвалов. И даже натяжитель ее обламывается. У Peugeot 308T9 есть еще и варианты с двухлитровым турбодизелем. Но такие варианты к нам не завозят, потому что растаможка дороже. До перехода к бензиновым моторам обратим внимание на корпус воздушного фильтра. Он установлен на четырех демпфирующих втулках. Так вот, со временем, ну, при пробеге в 200 тысяч километров, эти втулки лопаются, и тогда фильтр начинает шататься из стороны в сторону. Распознать проблему можно просто вот так вот, пошатав фильтр. Если шатается, значит, втулки надо менять. Четыре втулки обойдутся в 12 долларов. Предложений с бензиновыми двигателями намного меньше. Например, встречаются автомобили с двигателями 1.2 PureTech – трехцилиндровые. У нас есть подробнейший обзор на нашем канале, поверьте, вам стоит его посмотреть. Суть в том, что гибель этого мотора случалась из-за того, что работающий в масле ремень ГРМ, то есть его продукты износа, сильно загрязняли систему смазки. И в Европе при очень длинных интервалах замены масла эти моторы меняли пачками. Так вот, если в этом двигателе менять масло каждые семь с половиной тысяч километров и не допускать сильного распушивания ремня ГРМ, то этот моторчик пройдет и 400 тысяч километров. Правда, за этот период придется один-два раза поменять маслосъемные колпачки. Именно из-за них возникает масложор у этого двигателя. Совсем редко в наших странах встречаются Peugeot 308 T9 с бензиновыми двигателями объемом 1.6. Это великий и ужасный EP6. У нас, кстати, есть подробнейший обзор этого мотора. Обязательно посмотрите, там действительно много всего интересного. Этот мотор нуждается в хорошем масле в сокращенных интервалах замены масла. И если вы купили подубитый EP6, то его ремонт будет стоить очень дорого. Но есть хорошая новость – блок можно гильзовать, если вообще до этого дошло. Чаще всего самые распространенные дизельные моторы на этих автомобилях комплектовались, то есть работают в паре с шестиступенчатой МКПП. Прямо вот как в нашем случае. А это значит, что машина оснащена двухмассовым маховиком. Эта деталь в оригинале стоит 1000 долларов. От поставщика на конвейер – 700 долларов. Но при нормальной эксплуатации двухмассовый маховик ходит примерно 300 тысяч километров. А вот двухпедальный Peugeot 308 T9 с моторами до 1.6 включительно комплектовались трансмиссии Aisin TF72SC. Эта трансмиссия сделана на основе Aisin TF80SC, которая устанавливалась с двигателями 2.0 дизель. Так вот, эта трансмиссия систематических проблем не имеет. Она достаточно надёжна. Надо менять в ней трансмиссионную жидкость каждые 60 тысяч километров и желательно снабдить её дополнительным радиатором охлаждения. После рестайлинга на Peugeot начали устанавливать восьмиступенчатый автомат. Это супер-мега популярная трансмиссия от Aisin. Сначала её обкатывали на Toyota и Lexus, а затем она появилась на многочисленных переднеприводных платформах вплоть до VAG, BMW и MINI. Это очень надёжная, хорошая трансмиссия, привередливая к состоянию масла. Масло нужно менять двумя частичными заменами. Замена масла должна проходить каждые 60 тысяч километров. Тем более, что масло в ней используется недорогое с допуском Toyota WS. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. В «АвтоСтронге» теперь можно купить не только очень качественные БУ запчасти, но и абсолютно новые. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. И обязательно прямо сейчас пойдите по ссылкам в описании и подпишитесь на наш ТикТок. Там много юмора, технической информации и вообще много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Задние колеса Peugeot 308 подвешены на скручиваемой балке. Так вот, со временем замечено, что она начинает скрипеть. Она двухслойная и скрип возникает из-за взаимного трения этих двух слоев. Что делать? Либо же терпеть, либо заливать внутрь балки дешевое масло, ни грол, либо отработку. Также есть вариант с запениванием. Сверху есть отверстие к доступу ее внутренней полости. Оригинальные пружины задней, да и передней подвески нередко лопаются именно по верхним виткам. Также нередко задние пружины проседают. Это касается больше универсалов SV, которые перевозят более тяжелые грузы. Оригинальные пружины обойдутся в 180 долларов. Но есть заменители, которые в два раза дешевле. Рычаги передней подвески полностью ремонтопригодны. Как показывает практика, при пробеге в 150 тысяч приходится заменить задний лопнувший сайлентблок. Задний лопнувший сайлентблок в оригинале не существует. Заменитель стоит примерно 25 долларов. Как говорят, заменители ходят примерно 60 тысяч километров. Та же самая ситуация обстоит и с передними сайлентблоками, и со съемными шаровыми. Хорошие заменители обойдутся в 15-25 долларов. Для снятия передних сайлентблоков нужна специальная оснастка, а задние сайлентблоки шайбы нужно правильно установить. То есть правильно сориентировать и запрессовать на правильную глубину. При установке правого рычага стоит быть внимательным с правой тягой датчика положения кузова. Тягу можно сломать, а также можно забыть установить после установки рычага. Втулки стабилизатора по оригиналу по отдельности не продаются, заменителей пока нет. А вот тяги стабилизатора продаются стоимость 65 долларов. Спереди иногда приходится менять загудевший подвесной подшипник правой полуоси. Оригинал обойдется в 25 долларов. Задние ступичные подшипники идут вместе со ступицами. Стоимость оригинала 120 долларов входит примерно 200 тысяч километров. Но не исключено, что их поменяли в Европе при пробеге в 100 тысяч километров. Еще отметим, что для замены задних тормозных колодок придется воспользоваться диагностическим сканером, чтобы совладать с электромеханическим механизмом стояночного тормоза. Проще говоря, надо будет развести задние колодки в сервисном режиме. Как видите, ничего страшного и ужасного в Peugeot 308 нет. Огорчить может только 1,5-литровый турбодизель, но его поломку можно предотвратить. С экологией у этих машин все сложно, но поправимо. А в целом, это обычный французик, простой, неприхотливый и собранный в Европе. Кстати, пробег у этих машин за 200 тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше снимали такие подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».